У нас вновь гость в студии, рядом со мной управляющий партнер школы программирования для детей, Коди Людмила Королькова. Людмила, добрый день. Здравствуйте. Ваша школа приняла участие в акции. Почему? Этот вопрос мы задаем сегодня всем, и вот хотелось бы услышать, что движет вами. Ну, на самом деле, мы молодая организация, и было принято решение, когда вступить на тропу благотворительности. Мы дошли до того уровня, когда можем себе наконец-то это позволить, делиться, помогать. Изначально планировали, конечно, это в рамках работы с детьми проводить, но когда услышали о данном марафоне, выстроилась максимально логичная цепочка для нас, потому что наши бойцы защищают страну, защищают ее будущее, а кто как не дети, будущее России. Поэтому в целом, вот в рамках такой общей позиции, для нас это максимально важно поучаствовать, оказалось и показалось. Ну, и есть, конечно, личные истории. У меня история, моя бабушка, мой дед, оба участники Великой Отечественной войны. Дедушка прошел всю войну, дошел до Берлина, пять лет служил еще в Берлине, и как раз, когда они оккупированные территории освобождали в Украине, он встретил мою бабушку, она его дождалась, и мои семьи бы, извините, это такой щепетильный момент. Мои семьи бы не было, если бы не подвиг моего деда, поэтому невозможно пройти мимо сейчас. Это важно, важно поддержать. И им важно чувствовать эту поддержку, что их дома ждут, что ими дома гордятся. Вот, давайте переключимся, чтобы вы немножко подуспокоились. Расскажите о своей компании, чем вы занимаетесь, и как сотрудники компании отреагировали на участие в акции. Школа программирования КОДИ – это школа для детей с 5 до 17 лет. Мы их развиваем, учим креативному мышлению, учим изучать языки программирования, писать программы различные. Ну, так скажем, даем им возможность попробовать себя в такой сложной, но максимально востребованной сейчас профессии, как IT-специалист. И наши сотрудники, мы большая команда, ну, по меркам центров доп. образования. И реакция была единая, не было каких-то безумных обсуждений, разногласий, потому что, наверное, слово «команда» – это, да, в определении группа людей, имеющих, точнее, единые ценности. И мы, видимо, в этих ценностях сошлись, и здесь это было все единогласно. Людмила, что вы могли бы сказать тем, кто еще не присоединился к нашей акции, кто вот еще думает над этим, может быть, немножко сомневается, может, откладывает? Если честно, мне кажется, в Тюмени тех, кто хочет поддержать достаточно большое количество цифры, которые, да, сегодня уже в прямом эфире транслировали, уже которые набрали на данном марафоне, подтверждают это. Поэтому я могу сказать только одно – участвуйте, это дело каждого, и если мы вместе, мы едины, такая, да, детская поговорка, если мы едины, мы непобедимы. Поэтому это важно, но я как-то уверена за Тюмень, что мы всегда славились активностью, поддержкой, соучастием, состраданием, поэтому я уверена, что… Я бы вас поправила не Тюменская область. Тюменская область. Тюменская область, действительно, да. Как вы считаете, как еще мы можем поддержать наших земляков, которые сейчас находятся там, на передовой, на защите? Ну, мы на самом деле думали об этом. Речь про нематериальную поддержку в том числе, потому что она также важна. Так как мы детская школа, хотелось бы сделать какие-то видеообращения, поддержку от детей к солдатам, чтобы они знали, что… А сами детки как на это отозвались? Очень позитивно, и им хочется в этом поучаствовать, потому что они еще маленькие, и они только так могут поддержать сейчас. И для нас важно воспитывать в них вот этот патриотизм и умение сопричаствовать, да, к таким важным для страны событиям. Но решение за детей все-таки принимают родители. Родители вообще в курсе вашей вот этой вот активной деятельности? Нет, еще не все, конечно. Это только вот у нас пока начало этой акции, которую мы хотим заключить. На какой акции вы ждете от родителей? Ну, мы уверены в поддержке. Я не думаю, что кто-то сейчас, ну, кардинально будет против подобных вещей. Ну, это такие элементарные вещи, которых объяснять не нужно. Продолжение следует...